Мир всем! Дорогие мои верующие, не предавшие, Святую Троицу, архиереи, священники, миряне! Сегодня 3 апреля 23 года. Сегодня с утра вот такая бумажка электронная петиция о присвоении Киево-Петербургской лаври статуса главного католического монастыря Украины. Мне прислали вот такой документ, но это я вспечатал на принтере, и тут написано, что нужно сколько-то еще доголосовать. Но это я вам просто для ознакомления. Но речь пойдет об этом и не только. Идет война, активная фаза. Война комплексная. И духовная, и физическая, и экономическая. И тут все, и здравоохранение, и образование. Тут все задействовано. Цель войны известна. Она заявлена. Особождение населения с этой земли. С нашей земли. Население там мы. Славяне. Поэтому тут все вы, в этом плане вы это знаете. То, что происходит и в Киеве, и происходит и у нас, и планируется происходить. Все это тоже понятно. Уши, которые торчат, тоже вам известны. И так далее. Я вот сейчас делаю ролик в формате не для соцсетей, а для Ютуба. Но на две недели я не могу добавлять, потому что тоже написано из-за дискриминационных высказываний об ушах. Я заблокирован на две недели. Это что вы в соцсетях подписаны на меня, чтобы вы пока не ждали. Еще осталось там 12 дней. Значит, дальше. Сегодня также с утра мне прислали документ о том, что ну, тоже в WhatsApp, там православная вежуха, о том, что это была встреча в Татарстане стоящих в истине священников, так сказать, не поминающих Гундяева. Они собирали кого-то заочно, кого-то очно, кого-то виртуально. Я делал ролик, но я как бы делал, я его просто ретранслировал эти данные. Вот, он есть на канале. И там, значит, отец отец Романа Загребнев типа виртуально с ним общается, еще какие-то священники. Но я там ничего не добавил, не убавил, просто сделал для вас информацию. Вот, продолжение вышло. А, кстати, дня три назад мне звонит отец Сергий Цепов и говорит, Евгений, зачем ты это публиковал? Я говорю, отец Сергий, ну там, а там написано, что он как бы сторонник двуеперстия, старобрядчества и прочих, значит, вот этого, этой ерунды. Он говорит, Евгений, ты же со мной причащался, ты со мной молился, ты же ничего не видел. Я говорю, да, отец, я виноват, как-то осадок остался неприятный. Вот. Значит, это вот было три дня назад. А сегодня туда добавили еще отца Андрея Соковых, что он то туда, то сюда. То же самое. Хотя я окормляюсь у отца Андрея, он вообще человек очень простой, прямой, честный и никогда никакой грязи не допускал, даже в мелочах. Тем более, старобрядчество совершенно не нужно, наоборот, он всегда об этом высказывался, когда речь об этом заходила, что это недопустимо. А там уже, значит, в этих вот бумажках, в этих пасхелях написано, что он тоже поддерживает. Вот. Там еще был сайт, в смысле ссылка на Третий Рим. Вот. К чему я все вам это рассказываю? Вот и наступило время, когда мы каждый предоставлены сами себе. Я вам много раз об этом говорил, что быть не готовы переходить в автономный поход, в автономное плавание. У вас есть духовный опыт, есть знания, есть знания пророчеств и так далее. Есть вера в Бога самое главное. Поэтому сейчас любого... А там еще Николай Кимыч тоже, что он двойперстник. Меня там... Ну, я мелкий, наверное, никому не интересный, слава Богу. Я там... Меня там не упоминаюсь. Я пришлю вам, когда освободится возможность, когда будет возможность добавить на YouTube, я пришлю вам эту ссылку, которую мне предоставили, ссылка на Тетерим и так далее. Вот. Но я даже не хочу копаться. Я просто вам рассказываю, что любого человека можно обвинить и в чем угодно. Что он прыгнул с девятого этажа, его подхватили бесы, мы были свидетелями. И то, что он отрекался о Святой Троице, и то, что он еще какие-нибудь пасквили говорил, что он католик, что он еще что-то, что он пятиженец, что у него пять жен, что он хулил, я не знаю, давайте подумаем. Все, что угодно, можно придумать, сказать, он говорил. Это же анонимно, вот то, что мне прислала, Марина ее зовут, эту женщину, но она православная, я давно ее, как бы, я их не знаю, никого, но так-то общаемся, лет пять уже, она мне присылает приличные материалы, некоторые я использую, но не она одна, мне человек десять присылают, каждый день, вот, материалов очень много, и вот тоже, она, понимаешь, она прислала, но не только мне, еще в соцсети, допустим, и все, и как отец Сергий, вот, голосил, Евгений, я ни при чем, мне никто не звонил, отец Андрей, я вообще его лично знаю, вот, он, но он еще об этом не знает, что его тоже приписали к двуеперстникам, понимаете, вот, а по поводу, да, вот этих отцов, значит, ну, это, я не хочу уподобляться слухам, но тем не менее, для рассуждения, тоже есть слухи, что они подались к зарубежникам, вот эти вот отцы, которые собирали этот собор, эту встречу, кстати, отец Романа Загребнева тоже не в курсе, что он там прописан, вот, к чему это все я говорю, будьте рассудительны, не пускайте никого в свое сердце, относитесь ко всему хладно, я сам очень горячий, хотя и русский, но я всегда тоже быстро вспыхиваю, и так далее, это очень плохое качество, оно не полезно, тем более сейчас, вот, и в Евангелии сказано, что смотрите с рассуждением, не нужно, когда вам будут показывать чудеса, не надо смотреть, потому что вы и можете поверить в них, к своей погибели, поэтому, в принципе, все, в принципе, все, так что добрались уже и до отца Андрея Саковых, а, но по поводу, да, по поводу моих друзей, отца Никодима Шматько и отца Гаврила Кондрашова, я вообще никогда плохого ничего ни о ком не говорил, из священников, если мы что-то рассуждаем, это, как бы, для нашего общего, так сказать, знаний, для понимания, собственно, то, что сейчас мы то же самое делаем, вот, да, по поводу отца Никодима, я слышал, что он увлекается двойперстем, какие-то темы там есть, у отца Гаврила, там чуть другое, не буду говорить, но там чуть другое, поэтому, да, дыма без огня не бывает, в данном случае, я это слышал от разных людей, которые там были у них в общинках, это да, к сожалению, как к ним относиться на посадок, никак, никак к болящим, мы все болеем, мы все, так сказать, падаем, встаем, просто помолитесь о них, хотите к Елейне, хотите себя в общинках, на литургии, ничего страшного нет, они, наши батюшки, они вернутся, они, все у них будет нормально, я уверен, поэтому, а вот кто нас продает, вот эти вот, видите, тоже надо выяснить, у меня есть священник, кто-то в Татарстане, священник, надо позвонить, но не тем, которые вот собирали, которые подались к зарубежникам, зачем они это сделали, вот этот, значит, вот этот документ, который сбаламутил нас, стоящих в истине, верующих, не предавших, как говорится, эту троицу, священников и мирян России, вот, я не знаю, но по любому информацию, потихонечку, выдавать надо, аккуратно, вот я вам выдал, видите, уже и Третий Рим, зачем там, я не знаю, кому, вот вы скажете, Евгений, ну кому верить, верь себе, верь себе, надейся, что будет у тебя священник, который, которого ты будешь понимать, известный, известный, понимаешь, ну а как иначе, видишь, вот что творят, я начал с лавры, митрополита Павла, я его, ну не очень хорошо, но я в Иерусалиме с ним встречался, и молился, и сослужили вместе, в русской миссии, очень хорошее впечатление, давно это, уже лет 20 назад, очень хорошее впечатление, хороший, хороший священник, не безникодимого греха, вот, и смиренно, вот он идет, как, как быть, я уже немножко тему раздвигаю, как быть, отстаивать, но отстаивать, нужно все отстаивать, потому что, если мы будем вообще животными, то вообще нас не будут считаться, убьют, и имя не спросят, отстаивать, ну, законными методами, конечно, я не говорю, что как-то иначе, отстаивать, свое имя, свою веру, заявлять о том, что ты живой, что ты, это твоя земля, это твоя вера, и, конечно, все они делают, эти уши, так, чтобы люди сами друг друга травили, друг друга, они тут ни при чем, это давнишняя тактика, разделяя и влавствуй, ничего тут нового нет, но отстаивать, рассказывать, безусловно, мы обязаны и должны, потому что, если мы не хотим последовать, так сказать, их целям, где мы должны быть, то мы должны не молчать, будем жить, Господь управит, но становится все горячей и горячей.